Добрый день дорогие друзья любители бфм е2 турнир продолжается и нас ждет сегодня очередное эпическое противостояние а также знакомство с двумя новыми для нас игроками верхнем левом углу обосновался трандир играющий сегодня за зеленолесь это местный весельчак но также весьма неплохой игрок из английского комьюнити играет давно с аутром знаком очень плотно его оппонент не менее интересный игрок гравит из русского комьюнити из другого мода был помещен в сетку сильных после квалификации так как сумел быстро адаптироваться под новый для себя мод и не утратил силушку даже в новой для себя ситуации он сегодня будет показывать у нас про игру за изенгард и это как минимум интересно всем приятного просмотра отличного настроения видно что начал очень агрессивно трандир сразу построил себе заставу сразу всего два ресурсника себе построил это тоже такое весьма агрессивное начало здесь же нычка бомжей тоже две плавильни и третье 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 еще пока не строится что-то он хотел построить отменил что ли тем временем у трандира уже выходят первые кинжальщики что они берут пока они пока варчан только взял изенгардец и зеленолесия пока не берет ничего а нет взял взял рок видимо было времечко подумать и уже идет какое-то сражение бомжи против кинжальщика будут ли они сражаться нет они обходятся никто никто не забирает нычки варгов никто не начинает с копейщиков все идут сразу в атаку друг другу у изенгарда уже вторая пачка бомжей бежит мимо хочет видимо что-то забрать здесь уже три плавильни и приоритет по ресурсам конечно переходит гравиту третий ресурсник еще даже не достроился у трандира но уже есть лучники которые против этих бомжей очень даже неплохо зайдут тем более что это серьезно это дикари ребята дикари отступают назад почему потому что тут кинулся варчан и кинжальщики сейчас заберут то самое преимущество вырвут можно сказать преимущество из лап гравита и наверное еще останутся в живых строится нычка варгов и это будут это это должен увидеть сейчас транзир и начать строить что-то что-то связанное с кавалерией 3 ресурсника и больше ничего нон-стопом он бомбит лучников кинжальщиков через один то есть одна пачка лучников 2 кинжальщиков неплохо балансно довольно таки еще кинжальщики не успокаиваются неужели будет потеряна вторая нычка там же бомжи везде бегают тут бомжи вынуждены были отступить потому что под лучниками сражаться вообще нереально снизу второй ресурсник забирает уже бомжи кинжальщики второго уровня но там уже все там уже что-то заюзалась и убегает понимает что хана компенсировал немножко потерю половине увидел увидел что скоро наездники на варгах будут и это будет серьезно что он будет делать он он рабочего поймал 1 рабочего поймал неплохо неплохо есть еще 2 конечно но минус один рабочий мы уже видели как это бывает если ты теряешь рабочего что 500 сразу и это плохо лимиты 90 на 120 по деньгам примерно одинаково вторая застава строится очень агрессивно играет транзир неужели он надеется на победу первые наездники появляются и должен уступать за кинжальщиков назад не хочет их терять но они скорее всего да они будут потеряны тут никуда ты не денешься снизу идет небольшой фронт бомжей хочет как-то напречь но видите транзир играет очень аккуратно в то же время и агрессивно он да у него две нычки под строительство у него на базе есть охрана он пока пока копится наездники на варгах сейчас пойдут наверное нагибать лучников потому что знает гравит что там стоят лукари это было бы неплохо забрать будет обороняться на базе транзир строит статую почему бы и нет кидается варчант на бомжей бомжи захотят забрать хотя бы одно ресурсное здание от транзира потому что он уже понимает что если так все оставить то все будет плохо въезжают отлично наездники на волках в лучников просто размесивает их и тить колотить это вам не тушенка это варги тут все серьезно тем не менее все равно как мы видим половина выжила и это бан потому что они восстановятся мы это прекрасно знаем что по очкам варчант был кинут скоро отойдет рок у зеленолеси это неплохо по очкам 2 на 1 пока не но ты в три раза больше лимит между прочим у зеленолеси мы это видим по мини карте очень много зеленолеси все еще достраивает экономику потому что много потерял у него только-только вот четвертая плавильня строится он уже три по моему потерял за этот матч у него практически не осталось воинов вот первые копейщики появились дикари но зачем зачем он сам напал наездниками и сам против себя мету что ли построил неплохо у него билд ордер знаешь сам напал и сам от этого же и защитился неплохо отличную оборону мне кажется построил транзируя на базе это здорово добавляет еще ресурсные строения показа копейщиков забрал еще дополнительные ресурсы будут тут уже три отряда или даже четыре бегут в атаку будет какой-то хорас тоже решили на машнице немножечко тоже варгов на дополнительное золото пустить почему бы и нет 156 на 300 вдвое большего зеленолеси лимита и более того но он более качественный но скоро скомпенсирует гравит более качественный элемент оппонента построив яму уруков то будут уруки разведчики скорее всего но видишь никак не защититься моментально теряет плавильню никуда и за плавильню между прочим получает еще и очки палантира у него уже почти четыре оппонента всего два хочет второго рабочего неужели догонит второго рабочего не может быть не не нет 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 тут были моментально башенка строится продается плавильня уничтожается просто кнопочкой дел это вообще какое-то безумие происходит что они хотят эти копейщики сделать я не понимаю они нападут на кавалерию которой нет который не существует что-то странное творит гравит в этом матче но новичок в этом моде поэтому тут все странно уруки почти достроились но тут конечно еще плавильня будет потеряна почему фокусит плавильню наверное потому что хп меньше чем но ресурсы это важно если ты теряешь эту нычку то это важно вдвойне рабочего пытается спасти и опять строит башенку как только видеть что к нему лукари подбегают лукари очень быстро заберут рабочего очень хорошо контролит транзир там целая пачка исчезла в инвиз под деревьями почему-то не берет пока золото снизу снизу золото было взято доконтролил молодец но у них тут на базе идет сражение и одни уруки одна пачка уруков здесь ничего не сможет сделать а вот наездники сейчас по этим лучником проедут точно сто процентов рабочий выживает там рабочий тоже выживает новый подстроился рабочий минус лукари вынужден отступить наверное назад но нет забирает смотреть сверху золото тоже дополнительное неплохо у гравита все неплохо тут зажал с двух сторон армию соперника и гравит на том фронте потерял все в то время он напрягает на базе он заныкал лучников под копейщиков и уже не так приятно сражаться конечно с варгами варгов уже на пику пустили как мы видим их 4 всего осталось знает транзир что делает он как бы он говорит так ты против меня варгов выставляешь но это не варги это тушенка для моих ребят это хавчик это шашлычка это все вот это вот смотри виноградник подстроил неплохо в крысу конечно но это неплохо это мы видели бомжи наверх побежали почему бы и нет отличная отлично идет разведка от гравита он понимает что надо смотреть наверх знает куда смотреть видит рабочего хочет забрать но наверное не получится еще один виноградник строится тем временем уже всю базу практически окружил своими войсками транзир это круто 180 лимита по ямам одинаково на 400 и 9 в палантире на 4 сейчас на десятке будет что-то взято вторая яма у руков появляется то там строится совсем а ну где строится нормально но пока они строят пока он строит у руков разведчиков тут уже по всей базе бегают бегают из зеленолесия ребята я не не простые не уж он может даже зафокусить ухты у руков не до контролиру не до контролил у руков надо было переключать на ближний бой они же о все все используют спасительную петлю гравит и выходит из этого победоносного сражения и за вынужден я засчитать одно очко транзиру гравит проиграл в первом матче посмотрим что будет дальше началось второе сражение возможно это будет финальный раунд возможно нет транзир заменил себе фракцию на рохан гравит остался преданным изенгарду видимо у него есть какая-то тактика видимо не стал транзир банить изенгард потому что понял что не сможет наверное гравит его победить но мы посмотрим мы посмотрим две фермы идут у гравита ё-моё гравит сразу совет пошло плавильня идет сразу вторую ставить что тут будет за рохан вот за рохан интересно за рохан мало матчей мы видели возможно это будет что-то что-то уникальное конюшня сразу строится ё-моё изенгард что в пике не пойдет скорее всего сразу первым делом он должен копейщиков строить он строит копейщиков он знает чего ожидать нет гравит не так просто он возможно сможет вырвать очко у транзира вполне вероятно транзир местный весельчак но при этом это не мешает ему нагибать по крайней мере в 1 16 посмотрим что будет дальше конечно уже в троечку конюшня достроилась что первым делом будет строить первым делом всадники марки простые пойдут уже бомжи копейщики бегут уже встречать всадников понимаешь конина она всегда в цене хавать дикарям что-то надо и они бегут за хавчиком еще даже 3 плавильни нет о господи это плохо по ресурсам наверное но не знаю не знаю в любом случае наверное против рохана не стоило так активно идти сразу в атаку ведь там скорее всего будут кони надо наоборот было копейщиков оставить у себя на базе у него есть он понимает это у него есть второй отряд и не оставляет на базе убегает куда-то конница сейчас будет скорее всего маш нить у него на базе и забирать какие-то незащищенные нычки копья би он забирает попробует забрать варгов почему бы и нет первая конница побежала сейчас что-то возможно будет первое что ты серьезно кидаешь варчант на на то чтобы быстрее забрать эту нычку видит это естественно транзир бежит дальше рандер берет одинокого разведчика себе почему бы и нет хоть что-то уникальное тут на пике нет 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 на пике он не хочет отошел нормально 160 лимит у изенгарда в принципе пока у рохана только одна команда коней и скорее всего да будет он что-то делать в этот раз по экономике выходит вперед мне кажется ну или по крайней мере компенсирует компенсирует ее четырьмя плавильнями ухты ё-моё что там использовалась разведчик использовался вот он появился толстый 2000 хп и сейчас против копий как-то он будет сражаться да и вот его бить нет смысла и надо бить коней а кони встали смотри за спиной и просто ох ты ё-мо отдает второй уровень получают но не доконтраливает немножко но тем не менее он сносит он выполняет свою функцию и будет убегать скорее все потерял плавильню гравит это плохо кони убегут в угол будут хилиться и тут скорее всего вторая плавильня также будет потеряна на базе пока у трандира все в порядке пытается получить дополнительные ресурсы гравит это здорово конечно блин блин а копейщики уже здесь и даже меньше половины хп еще смотри смотри доконтраливает забирает пол хп и спокойно убегает здесь уже вторая ничка бомжей появляется почему бы и нет ну да да изенгарду я согласен нельзя давать так прямо по экономике идти да и вообще оппонентам нельзя тут уже тоже 3-4 фермы стоит 4 не дал агрессивно расстроить свою экономику гравиту понимал что надо как-то идти и лучники и умены пошли сейчас умены против бомжей нормально будут отстреливать коней назад все правильно чтобы не потерять вторые кони где они потеряли тут же кстати две пачки сейчас топорщики вместе с копьями будут уже сражаться но нет тут ее умены пошли лучники и казармы уже уже строятся у него есть полный набор у него есть все у него есть казахты не доконтролил и потерял увы увы не доконтролил коней они побежали в атаку были наверное на агрессивке тут в принципе все стоят на агрессивке это нормально рабочим не боится прям подходит может быть он хочет наоборот отманить но не видит это гравит не видит он убивает спокойно ферму и отступает назад уже новые кони вышли есть лучники на базе для защиты атаковых раз видимо не любит такой не любит транзир оставлять свою базу без защиты у него между прочим здесь пару нычек есть ожидал что будет за бомжей отступать и хотел захватить его взять в кольцо и натянуть кольцо на палец скажем так но не тут то было я умены не могут бомжей догнать а бомжи бегут мимо ферм тем временем кони опять прибегают и да и это будет потеряно скорее всего еще одна плавильня нету копейщиков увы уже яма у руков одна строится нету копейщиков действует примерно так же но немножко получше гравит в этом сценарии он уже уже как-то побольше строит экономики у него уже ничка варгов первые наездники на варгах появились тут уже пикинеры йоу мэны конечно же здесь тут как тут на пику точеную варга верченного уже хотели взять в крысу идет тремя отрядами скорее всего гравит возьмет немножко экономику своего оппонента конечно он уже берет с одной стороны фир е-мое надо отводить отводи дружище отводи они же погибают так быстро отводи много лучников здесь слишком много лучников и будут все потеряны если даже ну почти все почти все бомжи пытаются как-то еще отбиться там плавильня была потеряна здесь плавильня недобитая была и скорее всего копейщики пока против копейщиков будут сражаться кидает еще разведчика почему бы и нет у него всего два очка 500 урохана лимита на 500 принципе равные лимиты даже очков палантира больше уже 6 у изенгарда и это серьезно это серьезно еще тем временем потеряна плавильня конницей отступает отступает на тот свет я бы сказал нет получается отступить существует одним конем убегает пикинерами не хочет их терять наездников на варгах уже становится немножко больше почему здесь отступил непонятно забрал ферму забайтил всю армию врага гравит чтобы туда побежала и как-то да как-то побежал в ту сторону всей армии нет он ну выиграл время гравит выиграл время возможно это время если он правильно все распланирует это время даст ему отстроить обратно те потерянные плавильни которые собственно и были потеряны извините за тавтологию потери экономики это всегда потеря потеря потери как сказал бы один замечательный человек из одного неплохого сериала русского потеря потерь это плохо возвращается смотрите возвращается вся армия решает транзир поставить жирную точку идет просто ваут но нет тут копейщиков недостаточно там уже варги сейчас они подожди смотри расставил законтролил нормально снизу копейщики идут супер сражение сверху что-то происходит лучники бомжей откидывают там копейщики если что на деф тут уже ферма на подвергается небольшому нападению со всех сторон идут сражения видно что ребята потеют все в лес заныкался в лесу лучники быстренько кинут палку этим бомжам и нормально все будет еще одна ферма по тени не хотел ферму уничтожать просто побежал мимо нормально здесь ферму потерял скорее всего пока там будут какие-то сражения до потеряет ферму героев пока не видно и у транзира не очень хорошо все на базе он теряет экономику да у него есть здесь конечно фонтан и дораса но вряд ли это раз бы был бы рад увидев этот фонтан посреди базы когда на базе происходит такое бесчинство вынужден отступить транзир обратно после того как немножко по по сражался на стороне изенгард со почему бы и нет тут уже две ямы у руков видимо смотрите у него получилось в этот раз подожди ну да он делает great на второй уровень почему бы и нет это неплохо ферму пришел защищать но скорее всего она также будет потеряна там восстанавливает пока варгов не хочет никуда нападать армия почему-то стоит курит идет вперед не замечает этого видимо решил что ну да немножко лучников надо все-таки йоу мэны они должны качаться чем лучше они качнуться тем эффективнее будет моментально отстраиваться обратно фермы потому что без экономики ты проиграл принципе равные шансы конечно тут будет зависит от того кто как распорядиться очками палантира 6 очков 550 лимита на 8 очков 500 лимита и у обоих отошли обилки первые почему бы и нет обилки это хорошо обилки делают игру если правильно ими распоряжаться и тут я даже не возьмусь судить кто же победит оружейную в крысу поставил в спину видимо будет ее защищать здесь и более того неужели это еще одна плавильня или нычка бомжей что это это плавильня потому что видимо гравит решил что в ту сторону транзир не не ходил за игру ни разу он нападает снизу ему так удобнее он немножко через центр напрягает а вот сверху напряжения никакого нет еще минус половине и еще здесь скорее всего будет минус половине здесь определенно транзира много и понимает это гравит не наламывается залпом хотя сюда уже бегут варги с этой стороны есть небольшая защита мало лишь что но ее не хватит для того чтобы отбиться от этого мультитаск идет от гравита он и защищается на базе и отстраивает бомжей чтобы они неплохо дефили базу и при этом идет в атаку уже у руки разведчики есть более того одни на мели одни на рейндж а это боевые у рука и уже пошли ема это серьезно это серьезно тут также у руки пикинеры пошли переходят в более качественную армию гравит и будет ли это круто или нет использует свою обилку замечательную транзир непонятно что он хочет сделать одним разведчиком не знаю может быть и получится 10 очков полонтера что-то будет взято но тут уже на базе хана полное что происходит на базе просто а кровь льется рекой 400 лимита просаживается по лимиту но денег у обоих игроков неплохо за штуку 500 лимит и изенгард держит этот огромный лимит там забираются все качественные здания снизу забираются уже тоже здесь ресурсные здания что происходит капец я не знаю где они армия где армия пикинеры почему-то побежали за варгами бомжей они не хотели убивать тут появляется уже эльф-хельм второго уровня и сейчас он будет потихонечку на своем коне не давать восстанавливаться бомжами тем временем снизу тут полномасштабное сражение лукаев идет и неплохо было бы подстроить еще героя видимо оба игрока копят деньги ну точно из ингардец копит 2 500 сейчас будет построен герой 11 очков палантира на 11 примерно в равных условиях находятся игроки обратите внимание вот это вот тактика мне больше всего нравится заныкал в угол и более того даже герой не стреляет он что-то потерялся нет он его передвинет и не даст не даст там у него в крысу восстанавливаться тем временем плавильня тоже будет скорее всего потеряно почему бы и нет это на стороне карты транзира все это дело происходит блин и ну да зеркальный просто билд ферма снизу плавильня сверху и они обе будут потеряны у рукаев кстати уже реально много и транзиру пора менять тактику рука и довольно серьезные всадники снежницы появляются почему почему именно они зачем неужели против у рукаев они нормально сработают а этот качается нормально эльфельм просто вкачивается почти четвертый уровень ферма еще строится неплохо отступили на свою часть карты ребята видимо будут как-то перегруппироваться бомжи стоят смотрят на ферму класс грит классная у вас тут ферма я у вас тут постою что-то происходит всегда что-то происходит сверху пойдет ли вперед за йоу-менов и увидит ли эту оружейную да увидит сто процентов и будет ее убивать возможно это будет большая потеря для гравита берется року вестфолда почему бы и нет да и моментально его закидывает и теперь эта вся армия под бафом просто разберет врага сто процентов 12 очков на что копишь из ингарде с гравит давай дружище на что ты копишь он сейчас точно что-то возьмет и как-то этой армии будет отбиваться тут полная машина боевую рука и рука и пикинеры разведчики с луками капец тут много реально много но конечно транзир там под ворчан там и параллельно за коней забирает немножко экономику там сверху не забрал кузницу решил сверху напречь быстро бежит руками защищать свою кузницу не хочет ее терять кони прекрасно влетают ох ты ё-моё кинулась оскверненная земля и на этой оскверненной земле конечно будет сложно сражаться тем более что ворчан сейчас уже должен закончиться и понимает не нет нет транзиру надо отступать срочно это будет гг если он сейчас всю армию здесь потеряет тут конечно уже три яма у руков и это серьезно конечно герой чек есть четвертый уровень вполне себе героя почему-то не строит себе из ингар 280 лимита на 600 на максимальный лимит более того это очень качественный лимит 7 палантири на 9 обоих взяты обилки и надо копить надо копить еще герой уже есть между прочим углу и он уже заюзал орочу медицину как раз когда нападал транзир правильно сделал восстановил посреди боя половину своих прикольно все отступили под фонтан под фонтаном удобнее строится фонтан почему-то сзади видимо ожидает какого-то напряжения со спины от гравита гравит может да со спины ну хотя ему не выгодно такой армии идти куда-то в спину пикинеры спокойно забирают плавильню не увидел наверное этого гравит или хотел сначала выгнать армию со своей части карты и потом уже разбираться с потерей экономики но блин надо надо восстанавливаться у него почти не осталось плавили на него вон одна сколько три плавильни всего ну еще есть конечно в крысу немножко тем временем фермы сверху 2 контроль карты конечно жуткий у одного контроль карту второго ферму же прям на воде стоит это подводная ферма особый вид ферм они выращивают там кальмаров видимо варги бегают везде что-то пресс нет но у нее ребят нет сушки я бы наверное поставил на гравита в этом сценарии ну посмотрим какой план у роханца изначально был защищаться до какого-то палантира серьезного до какого-то навыков палантира не знаю не знаю как-то они разминулись углук с армии наверх пошел эльфхельм вниз пошел со своей армии ну армия у тронзира конечно поменьше будет что это статуя орла почему бы и нет бонусы неплохие плюс иммунитет к страху и ужасу снижение стоимости героев неужели он ну нет слишком далеко наверное не дотянет сверху какое-то эпическое сражение там конница хотела в крысу забежать да и хотела забрать уже второй уровень между прочим кузни и и надо забирать по-хорошему конница бежит куда-то куда-то забирать опять но тут уже варги не хочет настолько не хочет отдавать еще экономику и нападает варгами с другой стороны тем временем идет тоже напряжение а армия то армия то далеко армия то вот она где а напряжение это уже идет здесь постоянно теряет экономику гравит не успевает что ли у тронзира более мобильная армия она может быстренько набежать забежать отвлечь обратите внимание начинает нервничать вот как понять что игрок начинает нервничать но это правильная тактика конечно если ты видишь что враг здесь преобладая то надо конечно строить защитные какие-то сооружения там башенки возможно даже немножечко катапульт можно подстроить мы видели как неймлес замечательно отдефился отдефил свою крепость просто обыкновенным способом отстройки ее и буквально даже смог отбить огромную армию эльфхельм тем временем берет пятый стоит пока на базе ребята защищают просто бегают свою экономику но уже готовится полномасштабное вторжение уруков вместе с углуком углук уже какого углук уже третий он в мили стоит или нет подожди нет он в ранже пока стоит но побежит в мили скорее всего и не только углук тут еще до лурц углук полный набор в принципе неплохой набор неплохой все стоят в дефе кидается оскверненная земля и под этим бонусом хочет поставить гравит жирную точку у него на базе все в порядке у него бежит дотекание хотел обратите внимание хотел конями в спину зайти а там нет там копейщики пустят на кебаб все что ты сделаешь оскверненка это здорово опустошение тоже круто все используется лимиты 700 на 700 примерно и денег остается конечно у изона еще две с половиной тысячи почти три кто же здесь победить я даже не знаю варги с конями там как-то пытаются сражаться копий у кого будет меньше копий тот и проиграл потому что пики точеные они решают игру и оперный театр хилка кидается берется восход солнца и моментально кидается еще и оглушил немножко вражеские войска и сейчас будет забирать смотрите аккуратно конями аккуратно за спину заходит немножко разведчиков взять а копейщиков уже отстреляют капец сколько очков идут его мое да и вынужден отступить вынужден гравит отступать ферма прямо в бою уже отстраиваться реально хороший апм у ребят очень скоро быстро принимаются решения скоростные решения они не всегда на благо но тем не менее эльфхельм уже почти шестой лурц на крополях выживает тут уже углу кто же естественно выживает но они вдвоем качаются конечно медленно не очень провел сражение гравит там было слишком много и слишком круто но опять же палантир буквально решил эту проблему этого огромного вторжения у гравита уже начинаются проблемы честно говоря он сверху уже сейчас потеряет кузницу почти третье оружейную и это плохо вот ферма была потеряна сейчас в крысу побегут но тут есть защита стабильная и сможет защититься сможет ли он тут напасть эркин бранд появляется уже третий между прочим тогда может быть эльфхельма кинуть кинуть в мели или может быть он хочет лучников забирать ну блин плохо опять побежал сверху опять вот гравит хочет почему-то напрягать сверху ну да защищать оружейку надо всю армию отманил вот оружейка это ключевое строение которое в этой игре сейчас может поставить точку для гравита он отвлекается отвлекается на эту оружейку постоянно убирает всю свою главную армию наверх то время как снизу можно было бы что-то придумать опять продавить плавильню опять продавить какие-то ресурсные строения какие-то продакшн продавить оппонента было бы неплохо но ничего отбился оружейка была потеряна почти 3 обидно но не очень я думаю справиться с этим гравит лучник не ну да вообще он на коне должен быть если он лучник неплохо неплохо пусть будет на коне он неплохо стреляет наверняка и героев неплохо сносит стражи стоят на всякий случай если через центр уходит полностью в кавалерию между прочим транзир уходит в кавалерию достраивает больше кавалерии видимо понимает что это его ключевая тема он хочет и как-то продавить не успевает доконтролить что ли и теряет всех или понимает что отступать уже нет смысла да действительно не было смысла там наездники на варгах бы забрали снизу небольшое напряжение заставляет гравита оставаться на базе транзир заставляет и пока гравит на базе он восстанавливает всю свою армию то есть он теряет буквально 2-3 отряда добирает еще денег и добирает немножко ловелапа в себе и спокойно копит опять для следующего ключевого сражения ведь у них 14 очков палантира 600 лимита на 700 лимита 13 они в принципе в равных идут 2 600 у каждого с 2 300 идут примерно вровень и ну да игроки играют одинаково очень гравит порадовал потому что это все-таки игрок в о 3 новый в этом моде он из другого мода к нам пришел напоминаю и он достойная дает весельчаку достойный отпор весельчак видимо не очень веселится сейчас когда не на его стороне победа будет ли это один на один вот это будет интересно если так она будет я не знаю неужели потеряет эркина ну беги и дружище беги не может он убежать до его сейчас лурц просто пустит на шашлык пустит на сашими а орки любят сашими поэтому куда без них теряет одного героя второго вряд ли он когда-нибудь потеряет он лучник он всегда в спине как-то тусует лурц еще там ярость заюзал себе отравленную стрелу заюзал хана вообще полная моментально новое оружейно отстраивается почему не где-то на базе непонятно почему именно там хорошо хорошо все хару переводит вниз трандир и идет уже наверное в решающее сражение разделяет в это время ну как разделяет армия основная армия у него для защиты вот она есть правда она очень скучков она и может этим воспользоваться гравит а сверху идет бомжами забирать фермы правильно а чё они здесь без охраны там четыре фермы без охраны можно изи располовинить экономику транзиру почему этого не сделать если можно тем более что я не знаю кто тут победит там под лурцом эти у рука и они настолько крутые что досвидули 15 на 15 очков и что будет взято что будет взято или они копят уже 25 очку мы увидим что-то серьезное возможно может быть почему стоит дерись они проводят ключевые сражения использует разведчика еще одного вызывает себе конница бежит на варгов все отступают там много копий кстати у руков и они вряд ли там что-то смогут сделать это печаль печаль 700 на 800 лимита и уроха на лимита больше 1000 максимум но одна ферма была потеряна только что буквально больше ферм больше лимита берет ледяной дождь и зенгардит себе это серьезно это серьезно а роханец дальше копит что это ну может быть копит может быть сейчас возьмет у него и так проблема как мы видим фонтан еще одного эдараса тут построен в крысу видимо для защиты от ферм по но фермы теряются слушайте пока он тут машник фермы теряются как у нас против такой пачки лучников конечно тут мало что можно противопоставить и даже у меня начинает лагать еще одна яма у руков построена сзади у него уже четыре яма у руков у гравита что он планирует порочи мясом весь рынок закинуть это же конкурировать с такой армии невозможно казалось бы войны в эстфолда пошли отбился отбился с этой стороны плюс конница поможет но вынужден отступить убрать свою главную армию с напряжения слушайте матч идет довольно долго битвы постоянные два героя один стоит ждет кого-нибудь очевидно ох ты теодан появился ничего себе ты дружище вложился в теодана нормой нормой теодан это круто это круто он сейчас с конями то бахнет более тут и омер еще есть в толпе не заметил но ему даже на копья уже по барабану под такими героями почему бы и нет можно просто разваливать в смотрите копья не выдерживают там такие бафы идут что не выдерживать всю армию вынужден просто убирать сразу наверх там какие-то два героя с конницей бежит правильно мне кажется делает транзир разделил героев разделил под армию под каждую армию свои герои тут нужны ешкин кот ледяной дождь скидается оскверненная земля нет ледяной дождь не кидается извините оскверненная земля кидается хотел провести казалось бы здесь сражение но нет конница бежит вперед они же еще и друг друга бафу так что там пассив очки такие что досвидули досвидули да и два героя на конях как бы тоже могут не кисло ворваться в какую-нибудь армию снизу идет полномасштабное сражение теряются теряются наездники на варгах что делать что делать что для муравью казну приделать понимаешь вот что можно делать серьезен вот вот что значит гравит до новый для этого года последний поход саруман до 25 очков он накапливает и моментально вызывает себе энтов и говорят энты саруман подлый влажный выходи какой дамаг какой дамаг крепостью летает отключает палантир конечно это тут ценой всего сверху идет полномасштабное напряжение они все стоят курят пока они смотрят за результатом битвы сентами энты в принципе могут еще и камнями неплохо тут по армии заехать но пытается просто уничтожить как можно больше зданий тут очень много пик на пику древняя насадил снизу ворчанты всякие бафы кида о да о да под ворчантом не 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 тут будет тяжело хотя армия объективно конечно у изенгардса больше и она круче потому что там еще два героя бегает что же это будет кто кого победит давай давай дружище у тебя палантир ты можешь все у тебя сейчас еще и отойдет как у меня лагает восход солнца отойдет он че левел получает бомжовый эрген уже пятый и че стоят ребята у ребят лагает сейчас жутко я это чувствую даже по реплею лагает не только игра лагает мозг углу кто бежит вперед то убегает назад копья подбегают лучников убирает сверху геройчик стоит хилится теодан давай последний поход делай вещи но объективно если сейчас будет просто транзир тянуть время и не давать этой всей прокаченной армии в том числе и третьих пятых уровней не подступаться к своей базе и также сохранять экономику отстраивать новый новый лимит максимальный то объективно проиграет изенгард а у изенгарда между прочим пять косарей он бы мог сейчас сарумана влажного вызвать а саруман он один сарумян может не кисло подкинуть дров в эту печь кровавую рохановскую это будет сильно это будет сильно ну что идет скорее всего финальное свое сражение гравит к сожалению без палантира ему будет очень сложно у него очки копятся у обоих игроков вообще по очкам все хорошо примерно в равных но тут тут видишь тут сражаться придется под эдарасом это эдарасово сражение еще и под статуей извините меня конечно но под статуей еще теодан не такой слабый конечно его тут заблочили и пытается его спасти каким-то образом транзир да даже если он его потеряет невелика потеря обратите внимание как быстро умирают копейщики копейщики умирают так быстро что гробы клепать не успевают орки себе и более того лучники то прокаченные 3 3 уже это не серии это серьезно серед плюс грейды сделан но не у всех конечно но неплохо и он просто сдается игра видно что лагает ребята 17 фпс чем меньше фпс тем медленнее идет игра ты вот он выживает стоит терпит у него много хп 3 косаря это буквально бегающее строение и от хана от хана воины вестфолда ё-моё все потерял всю свою армию но хотя у него есть у него еще есть огромное количество денег он может отстраиваться как бы а ё-моё что ну а почему зачем гравит зачем ладно ну блин потная очень катка второй матч прям блин красота и оба игрока показали просто превосходный скилл мне очень понравилось гравит несмотря на то что для него аутара новый мод он из другого мода пришел к нам и показал достойную игру да он в сетке про игроков да он проиграл 20 но блин согласитесь это было круто ладно на этом все всем спасибо что смотрели если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал тогда я буду знать что вы хотите увидеть еще один матч всем пока